Депутаты регионального парламента утвердили четвертую в этом году корректировку окружного бюджета. Параметры казны увеличиваются по доходам и расходам более чем на 1 миллиард рублей. Дополнительные поступления распределили на первоочередные нужды. Оплата льготного проезда работникам бюджетной сферы, ремонт школ и дорог, строительство социальных объектов. Согласно поправкам, параметры бюджета на 2017 год увеличиваются по доходам и расходам на 1 миллиард 12 миллионов рублей. На 625 тысяч уменьшается дефицит бюджета до 1 миллиарда 728 тысяч. В процентном соотношении дефицит сокращается с 12 до 11,3%. Как отметила Татьяна Лагвиненко, увеличение доходной части произойдет в том числе за счет налоговых и неналоговых поступлений в сумме более 900 миллионов рублей. Из крупных налог на имущество организации – 100 миллионов рублей. Налог на прибыль неконсолидированной группы налогоплательщиков – 400 миллионов. Пересмотр прогноза поступлений принесет в казну дополнительные доходы от Харягинского соглашения о разделе продукции. Налога на прибыль организации при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харягинское месторождение» в сумме 42 миллиона рублей. И ожидаемым поступлением доходов в виде доли прибыльной продукции государство при выполнении соглашения о разделе продукции в сумме 349,1 миллиона рублей. Дополнительное поступление распределили на первоочередные нужды. На 55,5 миллионов рублей увеличено финансирование оплаты труда в сфере образования и культуры по указам президента России. В том числе для общеобразовательных учреждений финансирование увеличено на 33,6 миллиона рублей. Для учреждений культуры на 21,9 миллиона. Дополнительные средства направят и на льготную дорогу. Были выделены дополнительные средства на оплату льготного проезда работников образования, культуры, спорта. Вы знаете, что в этом году нет ограничений на выплату аванса для льготного проезда. Кроме этого, были выделены дополнительные средства на питание в детских садах сельской местности. Почти 24 миллиона дополнительно направят на текущий капитальный ремонт образовательных учреждений округа. Также увеличено ассигнование на возмещение коммунальных услуг сельским педагогам и работникам культуры. Добавлено средства на выплату ежемесячных стипендий для отличников. Увеличено финансирование на организацию летнего отдыха детей на пришкольных площадках. Также будут выделены средства на организацию филиала МФЦ в районе Хариверской экспедиции. С тем, чтобы приблизить оказание государственных и муниципальных услуг к месту проживания жителей этого микрорайона, отметил спикер собрания Анатолий Мяндин. Самая большая сумма из дополнительных средств была распределена Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта. В округе продолжается строительство жилья, дорог и социальных объектов. В частности, выделено 90 миллионов рублей для проектирования и начала работ по строительству нового здания школы на 860 мест в поселке Искателей. По многочисленным просьбам жителей 112 миллионов рублей выделяется на капремонт проблемных участков дороги на Ринмар-Красное. Кроме этого, через этот департамент у нас выделяется средство муниципального образования города на Ринмар в сумме 120 миллионов рублей, в том числе на ямочный ремонт городских дорог, на покупку, приобретение, установку новых павильонов, автобусных павильонов, более современных, удобных для жителей города и поселка Искателей. Кроме этого, выделено средство на приобретение новых мусорных ящиков. Также мэрии выделены средства на благоустройство города, в том числе на обустройство детской площадки в строящемся микрорайоне авиаторов. Около 7 миллионов рублей выделено на снос 13 расселённых домов.